здравствуйте друзья с вами канал мой огород в эстонии вон огурчики мои тут и сегодня я вам расскажу как я кормлю огурчики огурчики надо кормить до конца сезона они очень прожорливые и чтобы они давали плоды и чтобы листочки не умирали у нас их надо кормить 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 сегодня такая жарища и целый день на солнце я намазала свою физиономию сметанкой и вот сейчас 6 часов вечера все равно солнце шпарит в парнике 34 и вообще тяжеловато работать конечно ну вот чем я кормлю сейчас у меня уже нет горячей травы пока не успевает она я положила ну вот эту нашу эстонскую канакаку два половника вот этих гранул на этот тазик я уж не знаю сколько здесь литров воды но это не так важно и теперь я один половник на 10 литров воды и пока этот тазик у меня не кончится я поливаю огурцы перцы и баклажаны можно подкормить и томатики но только такие которые с ажурным листом такие дохленькие стволы ну вот они не дохленькие у меня это сержант пеппер но вот его кормить можно вот такие вот листья у него видите ажурные и такие томаты кормить можно но тоже не часто вот я его покормила один раз к накакай сейчас когда вот он очень массово цветет чтобы у него были силы завязать как можно больше плодов потом я чередую этот тазик закончится в этот тазик я разведу древесную золу и также буду поливать перцы баклажаны и огурчики древесной золой потом тазик кончится я в нем разведу к тому времени горячую траву и тоже буду поливать горячей травой вот все но я не знаю может быть еще каких-то микроэлементов не хватает вот кальциевая селитра конечно это минеральное удобрение но это не дай бог если начнется вершинная гниль тогда надо все подкормить и может быть даже пару раз этой селитрой еще вчера я подкормила все бором сейчас оказывается у нас в депо продается бор в больших упаковках у меня ее нет вам показать потому что у меня свой бор кончился который я раньше из россии привозила и вот соседка мне отсыпала бор в кашке и он оказывается вот продается и в общем два грамма это пол чайной ложки без горки без лучше меньше чем больше на 5 литров воды бор мы разводим в горячей воде в такой чтобы рука терпела а потом смешиваем уже с остальной водой еще сейчас я везде под на пол или на куда-нибудь на грядочку ставлю открытые банки йода вот открытый да и кстати так испарился быстро значит нужен йод обычно я его подвешивала но пришла к такому выводу что вот когда его ставишь ведь йод испаряется и он эти пары идут наверх на растения потому что опрыскивание йодом с молоком я один раз жизни сделала и что-то у меня листья почернели короче я больше не делаю потому что вот не молоко это сыворотка она выступает как прилипатель а йод ведь он испаряется чего там прилипать ну как то я не очень понимаю это я не делаю но где-то пять шесть бутылочек на парник три на шесть я ставлю у меня никогда не было фитофторы да и вот я ставлю вот это как защита от фитофторы тоже ну во первых у нас весь грунт обязательно накрыт чем угодно какой угодно мульчой но у нас грунт должен быть закрыт или картоном люди закрывают потому что фитофторы живет в земле и вот с середины июля она начинает уже действовать поэтому к этому времени мы должны быть готовы и вот второе что я делаю это йод ничем больше я растения не опрыскиваю вот кроме бора как я сказала это я один-два раза за сезон больше не надо бор накапливается и не нужен он нам еще на огороде я использую картофельные очистки но сушеные сушеные мы картошку сушим где по где придется в коробочку в какую-нибудь положим часто вообще хорошо парник в парнике или сарае и эту картошку я использую эту шелуху как мульчу но только не для посленовых а там капусту замульчировать или ту же клубнику замульчировать под виноград в общем куда угодно она уже не прорастет и это тоже питание для нашей земли мы же кормим не растение а мы кормим нашу землю в которой живут червячки которые перерабатывают все и делает нам шикарный грунт и еще я на огороде использую аммиак нашатырный спирт вот сейчас самое время подкормить им капусту кто выращивает капусту и свеклу две столовые ложки на 10 литров воды размешиваем и проливаем прямо и по листу и под корень в общем хорошо проливаем и такую подкормку можно сделать три раза за сезон спокойно вообще нашатырный спирт я много использую особенно когда начале сезона когда клубника начинает свистеть и вот малина я делаю целый флакон на 10 литров воды в разбрызгиватель или ну клубнику прямо сверху по листу поливаю от всех насекомых которые нам не нужны на клубники и также опрыскиваю малину тоже не будет этого долгоносика но сейчас уже поздно но просто я рассказываю как я его как ее использую нашатырный спирт вернее еще от жары вот мы сегодня натянули вот этот белый укрывной материал сверху на теплицу ну особо конечно ничего не меняется 35 парники ну посмотрим конечно ветром ее потребит этот каталор и наверное он придет нехорошее состояние но ничего ну вот будем дальше испытывать сорта помидор которые подходят к нам нам в экстремальных наших условиях жизни будем кормить перчик но его надо хорошо кормить чтобы был урожай чтобы стенка наливалась у перца и поливать и кормить всем хороших урожаев хорошего вам здоровья сил до новых встреч подписывайтесь ставьте лайки дизлайки пишите комментарии до новых встреч